Три звонка главный сигнал для школьников. Значит на территории учебного заведения случилась беда. Эвакуируются школьники согласно плану. Малыши в одно крыло, старшеклассники в другое. Таким образом удалось обеспечить правильное выполнение учебного задания. Ребята эта ситуация не напугала. Надо не паниковать и дым всегда держится сверху, поэтому надо держаться снизу и желательно, чтобы какая-нибудь тряпка была мокрая. В нее надо дышать. Надо взять ткань, намочить ее, приложить к карту, стать паровозиком, предупредить всех и пойти по лестнице вниз на первый этаж. Далее учащихся пересчитывают покинувшие с ними стены школы-педагоги. И уже после доклад директору о том, как выполнена эвакуация. Результат по итогам проверки – оценка хорошо. Вопрос безопасности детей, охрана жизни, здоровья детей – это самый главный вопрос, который должен быть на контроле у администрации и директора школы. Пожарная безопасность превыше всего. Дети изучают на уроках основы безопасности жизнедеятельности. Дети изучают на информационных часах, на классных часах. Работаем с учителями и с родителями, чтобы все были готовы к чрезвычайным ситуациям. Кроме проведения эвакуации, спасатели интересуют вопрос, насколько созданная в учебном заведении среда соответствует правилам пожарной безопасности. Для каждой категории учреждений с массовым пребыванием людей есть свои требования. В первую очередь пути эвакуации должны соответствовать требованиям. Помещения, здания и сооружения должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения. Системы автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения также должны находиться в исправном и работоспособном состоянии. Проверка объектов с массовым пребыванием людей будет продолжена. В рамках мониторинга спасатели посетят все такие учреждения в городе.